книга открытым оком тема объединения том 17 вопрос 3142 прошел собор зарубежный уже он вошел в историю что же историки говорят о отвечает игнатий тихонович лапкин я уже говорил не раз что историки только те кто знает библию а сегодняшние историки да еще если они писатели к тому же то любят обильно поговорить но могут видеть только может быть через свой слабенький опыт а не во свете библии не хочется даже и комментировать их а просто выделяю некоторые их мысли а вы уж догадайтесь для чего я это сделал вот рассуждение историка и даже вроде бы писателя михаила назарова цитата в 20 веке русскому зарубежью было суждено стать передовым дозором нашего народа выброшенным историческим катаклизмом на вершину горы с которой открывался взор на цитата все царства мира сего точнее на идущую в мире непрерывную мировую войну между историческими силами бога и силами сатаны на основании этого опыта русская зарубежная церковь всегда давала откровенный и точно точный духовный ответ в масштабе оценки всемирного предапокалиптистического развития его действующих сил в россии и мире кавычки закрыты судьбоносные времена для этого созывались все зарубежные соборы когда требовалось дать соборный церковный ответ на вопрос как жить дальше в соответствии с божьим замыслом как выполнять миссию нашей церкви и всего русского зарубежья в меняющемся мире в сущности четвертый собор нельзя считать настоящим ибо он созывался его организаторами с целенаправленным отбором участников для чисто декоративного назначения легитимировать документы о соединении рпцз и мп выработанные согласительными комиссиями члены нашей церкви не согласные с такими согласительными компромиссами были отстранены от участия в соборе не были оглашены соответствующие обращения епископа даниила ирийского решившего бойкотировать собор по причине что решения предопределены заранее сестричество леснинского свято-богородицкого монастыря во франции призыв общества ревнителей памяти блаженнейшего митрополита антония храповицкого подписанный тысячу двустами прихожанами русской православной церкви за границей и другие протесты высказана лишь цитата надежда что благоприятное для сего время будет восстановлена на основе христовой истины единство в русской церкви открывающая нам возможность служить вместе и причащаться от единой чаши таким образом собор счел данное время неблагоприятным для установления единства на основе христовой истины собор выразил надежду что цитата грядущий поместный собор русской единой грядущий поместный собор единой русской церкви урегулирует и остающиеся неразрешенными церковные вопросы этим собор признал существование и других неразрешенных вопросов вновь проигнорировав результат деятельности согласительных комиссий по этим якобы решенным вопросом фактически не признав его к единственному текстуальному успеху организаторов следует отнести двусмысленную фразу данной резолюции цитата как верные чада святой церкви будем преклоняться воле божией и подчиняться решением предстоящего архиерейского собора но даже из этой фразы все-таки возникает вопрос кому следует подчиняться прежде воле божией или решением архиерейского собора получается что навязываемая нашими архиереями соединения считаем невозможным на основе христовой истины тем не менее даже их возможному неистинному решению подчинимся к сожалению эти важнейшие вопросы на четвертом всезарубежном соборе не обсуждались многие выступавшие повторяли избитый тезис что раз коммунистическая власть пала то власть уже не безбожная и не антихрия и не антихристианская поскольку при ней цитата восстанавливаются храмы но ведь и антихрист вас ся лет восстановленном храме где его будет восславлять церковь блудница архиепископ марк после исторической встречи с президентом российской федерации путиным в сентябре 2003 года в нью-йорке назвал его православным президентом не пересмотрев свою оценку даже после того как ему были предоставлены многочисленные факты высказываний и действий путина вопиющие свидетельствующие об обратном они предпочитают верить президенту путину и митрополиту гундяеву которого еще три года назад тот же владыка марк называл мошенником грабителем и кощунником вряд ли с тех пор изменился митрополит кирилл изменился архиепископ марк и так что касается четвертого всезарубежного собора для таких случаев есть пословица гора родила мышь тем не менее сторонники объединения стараются сделать хорошую мину при плохой игре и надуть мышь до размеров слона ведущих российских сми в том числе в патриархийных сразу же было объявлено о достигнутом объединении причем это единство в заключительном послании архиерейского собора к боголюбивой пастве от 6 по новому стилю 19 мая 2006 года трактуется как неотлагательная цитата опираясь на поддержку четвертого всезарубежного собора и выражая его единодушное желание дело единения церкви русской мы намерены совершать неотлагательно по мере удовлетворительного взаимоприемлемого решения остающихся проблем они известны и четко сформулированы новых претензий выставлять мы не имеем намерения это значит что помимо достигнутых цитата удовлетворительных взаимоприемлемых согласительных документов никаких иных вариантов цитата соединения в истине от наших архиереев ждать и не приходится наши архипастыри призывают нас прихожан цитата поступать достойно звания в которое вы призваны именно поэтому мы не можем согласиться с тем что курс на цитата удовлетворительное взаимоприемлемое соединение трактуется как цитата богоугодное дело верность духу евангелия святых отцов канонов церковных воли божией архиереи призывают нас услышим же христа говорящего нам что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь матфея 73 и поступим по апостольскому указанию носите времена друг друга и таким образом исполните закон христов галатам 6 2 но разве христос учил соглашаться с награждением церковными орденами царя ирода как ныне ельцина министра порнокультуры швыдко или тех кому сказал ваш отец дьявол как ныне наградили раввина шнайра разве святые отцы учили благословять лже дмитрия руководители мб сразу взялись благословять криминальную нелегитимную власть расстрелявшую в 1993 году парламент пытавшийся остановить разграбление государства по законам шулха наруха а таких клириках перешедших в рпцз с верою в ее бескомпромиссное служение архиепископ марк теперь огульно заявил своем докладе на соборе что принятием их зарубежники цитата способствовали раздиранию и без того истизуемого тела русской православной церкви наша церковь нанесла огромную рану телу русской церкви цитата путь к этому собору путь единения а не полемических споров ибо если между вами зависть споры и разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете 1 коринфянам 3 3 итак обращаемся мы к нашей дорогой пастве с молитвенным призывом отложить споры и разногласия и влиться в спасительное делание восстановления единства русской церкви как говорит царь соломон ненависть возбуждает раздоры но любовь покрывает все грехи притча 10 12 значит споры и разногласия по данному церковному вопросу могут быть только из-за плотских страстей и ненависти а из желания отстоять истину не могут значит грехи покрываются непокаянием а любовным заметанием их под ковер согласительными комиссиями кто-то из святых отцов говорил что истина без любви может уклоняться в жестокость и слепой фанатизм но любовь без истины тоже слепа безответственно и не спасительно слово божие получает нас и о том что времена меняются всему свое время и время всякой вещи под небом экклесиаст 3 1 было время противостояния наступило время примирения но разве слово божие христос и святые отцы учили что в одни времена нельзя примиряться со злом а в другие нужно тем более в предшествии царство антихриста секретарь по межправославным отношениям московской патриархии протеерей николай балашов комментировал это замечанием что цитата одним из условий восстановления евхаристического общения и канонического единства является решение вопроса о епархиях и приходах рпцз на канонической территории московского патриархата каким московская патриархия замышляет окончательное решение этого вопроса предвидеть нетрудно для своей окончательной легитими легитимации в глазах в кавычках истории и благочестивого церковного народа московской патриархии неканонично воссозданной в 1943 году необходимо полное уничтожение цитата альтернативной традиции русской зарубежной церкви и ее взгляда на церковную историю двадцатого века такова главная цель объединения для митполитбюро митрополитбюро все это не может не привести к тому расколу в нынешней рпцзл против которого увещевают архиереи организаторы всезарубежного собора ибо мы грешные поверившие вам тогда и защищавшие вас от тогда еще без доказательных подозрений к сожалению оказавшихся верными не хотим умножать свои грехи еще и самым страшным непротивлением слугам антихриста попирающим истину и терзающим наше отечество очень сдержанную резолюцию всезарубежного собора от 11 мая редакция русской линии называла сомнительной и по обыкновению высокодуховно заключила что цитата силу в русской православной церкви за границей приобретают радикалы более заботящиеся о своем положении в церкви чем о спасении если вы и в самом деле патриоты неужели не видите что именно цРУ и мировая закулиса хотят как раз такого церковного соединения которое поглотит и уничтожит традицию и миссию русской зарубежной церкви сохранявший должную точку отсчета в постоянной мировой войны сил добра и зла что капитуляцию рпцз форсировали с одной стороны возможно действительно связанные с цру 2 3 влиятельных клирика рпцз если судить по их поведению в течение последних нескольких десятилетий с другой стороны засланы из российской федерации активные агенты влияния теперь достаточно очевидные по их плодам и что навязываемая нам капитулянская церковная в кавычках объединение является предательством здоровых церковно-патриотических сил россии именно так расценивающих навязываемую идеологию объединения ибо без четкого духовного водительства патриотическое движение не сможет получить божью помощь и превратиться в значимую силу способную послужить замыслу божию о россии в наше небывало трудное время конец цитаты и далее ремарка на том же сайте от иных цитата что же делать да то же что и раньше в меру своих сил бороться с апостасией стоя на защите святынь веры и чистоты церковного вероучения в меру сил сопротивляться теплохладным вероотступникам в меру сил обличать метрофорных волков в овечьих шкурах в какой бы юрисдикции они не находились и крепить единство ревнителей православного благочестия тоже невзирая на искусственные границы юрисдикции молиться кается надеяться и верить так победим конец цитаты игнатий лапкин взгляните пристальнее на выделенные слова в них и боль и непонимание происходящего и боязнь утонуть в забвении вот что было в россии двоеточие второзакония 21 18 21 если у кого будет сын буйный и непокорный не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей и они наказывали его но он не слушает их тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби злой среды себя и все израильтяне услышат и убоятся вы посмотрите на фотографии собора и на то что видите в храмах московской патриархии это же все один к одному те же бритые физиономии и в масонских галстуках и тоже обряда верия это же незнание писания даже и приводят места из библии но настолько неуклюже и самозабвенно пристрастно к своим заблуждениям что уж лучше бы цитирии цитировали игнатия бренчанинова о монашестве или григория паламу об энергиях и риме 6 29 раздувальный мех обгорел свинец истлел от огня плавильщик плавил напрасно ибо злые не отделились иеремии 46 11 напрасно ты будешь умножать врачества нет для тебя исцеления исайя 26 8 и на пути судов твоих господи мы уповали на тебя к имени твоему и к воспоминанию тебе стремилась душа наша хоть тяжело утрами не вставать хоть простите хоть тяжело утрами мне вставать спина болит и сердце часто ноет но я себе пытаюсь доказать что жизнь моя еще чего-то стоит уже в пенсионерах состою но не забыл я молодости танцы порою песни юности пою и русские старинные романсы с охотою как прежде я дружу хоть нет уже давно той прежней мочи а путь мой по которому хожу становится короче и короче и спорт не забывая пока как зритель не могу стоять в сторонке опять достал я лыжи с чердака готовлюсь помаленьку к лыжной гонке пытаюсь к экстрасенсом не ходить а превозмочь и немощь и усталость не проскрипеть а по-людски прожить те годы что еще прожить осталось мне помогает в этом божий храм там оставляю немощь и тревогу когда молюсь иконом и крестом и возношу хвалу усердно богу аксенов виталий николаевич продолжение игнатия лапкина конечно храм иконы и кресты не есть евангельская вера а прелюдия к христу и не пускаться на распыл что по привычке с юности мы любим с утра пораньше позабыв про старость в молитве благодарность умножая воспоминания отнюдь не ударяйся хотя и сладостно поры беспутной жала дай божий сил другим благовестить твою любовь голгов скую вас славить жизнь посади закончим здесь гостить мои дорожки вещи остаются с вами 221 мая 2006 год игнатий лапкин а